Друзья, всем привет! Сегодня на дворе 9 июля. Мы находимся на территории одного из официальных дилеров Mazda по Москве, который нам предоставил автомобиль новую Mazda CX-5. Я знаю, что на русском YouTube уже вышли обзоры на данный автомобиль, где про него все уже рассказали, но у нас есть информация от компании Mazda Motor Rus. Это официальная презентация, которая распространяется по официальным дилерам, где прописано, что изменилось в автомобиле. И вот давайте сейчас вместе с вами сделаем осмотр всех изменений по автомобилю и сделаем выводы, стоит ли его покупать сегодня. Как обычно, мы не будем размазывать кашу по тарелке, постараемся сделать все самое интересное, все самое важное в короткое время. Поехали! Она смотрится более выразительно, многим это понравилось. Понравилось себя исполнение в данном случае решетки радиатора. У него немного другая форма, хотя по размерам он в целом одинаковый. Тонкости какие с оптикой идут? То, что раньше она не была как бы цельная, такая сплоченная. Был небольшой переходик. Сейчас вот этот вот хром более стал массивным. На машину смотришь, конечно же, она смотрится такая, знаешь, более хищная стала. Более молодежная, более современная. Это хорошо. Mazda называет этот дизайн Kudo. Kudo, ну там что-то, наверное, по-японски означает, по-нашему, если говорить просто по-простому. Это симпатичный дизайн на 2017 год. И изменений в автомобиле очень много. Передний бампер тоже видоизменен. Капот тоже видоизменен. Даже если просто вокруг автомобиля пройтись и посмотреть, вот многие скажут, что слева, справа двери остались те же самые. На самом деле здесь изменилось полностью все. И приятно осознавать, что диодную оптику вы получаете уже даже в базовой версии автомобиля. И знаете, вот я не люблю вот эти вот сравнения. Автомобиль стал изящнее, линии стали более выразительными. Посмотрев на него, просто можно сказать то, что он действительно симпатичен. Вот я выкладывал в инстаграм канала анонс этого автомобиля. И многие пишут то, что да, машина симпатична. Но находятся и те, кому машина не понравилась. Заглядывая в подкапотное пространство, нас здесь, в принципе, встречает все то же самое. Все та же палка. Неизвестно почему, они не могут поставить газоупорные держатели. Хотя в рекламных объявлениях они заявляют то, что Мазда заявочка на премиум. Ну да ладно. Двигатель Skyactiv, у него обновлена конструкция поршня. А у коробки обновлено программное обеспечение. Как заявляет сама Мазда, все это сделано для плавности хода и для более экономического расхода топлива. Но по факту двухлитровый двигатель стал разгоняться намного медленнее. Если раньше он разгонялся до первой сотни за 8,9, то сегодня это 10,4. А 2,5 двигатель разгоняется за 9 секунд до первой сотни по паспортным показателям. Раньше эта цифра была 7,9. С чем это связано? Ну, во-первых, автомобиль стал тяжелее на 45 килограмм. Но я считаю, что ключевое изменение кроется в новой прошивке коробки передач. Если раньше передаточное число было совсем другим и машина двухлитровая ехала действительно бодро. За что, собственно, многие и любят Мазду. Покупается X5 и все хотели бодренькую машину. Даже с двумя литрами она неплохо ехала. Я считаю, что можно поэкспериментировать, заехать, сделать чип-тюнинг. А именно, откатиться на другую прошивку, которая стояла на предыдущем кузове. И посмотреть, что из этого получится. Я думаю, машина поедет быстрее. Потому что плюс 45 килограмм на разгон, я думаю, на полторы секунды никак повлиять не должны. В остальном же, в подкапотном пространстве каких-то кардинальных изменений более не произошло. Поэтому мы идем дальше. Отмечу то, что очень много появилось уплотнительной. Над шумкой здесь хорошенько поработали. Потому что эта задача была номер один сделать машину значительно тише. К чему мы сейчас и дойдем. Компания поработала над различными мелочами. Ну, например, дворники стали располагаться ниже. Если раньше они были повыше, сейчас для аэродинамики их убрали вниз. Плюс ко всему у дворников появилась зона подогрева. Раньше этого не было. Лобовое стекло стало толще и тише. Также в более продвинутых версиях появилась полноценная проекция, которая выводится прямо на лобовое стекло. И она цветная. Передняя подвеска все так же Макферсон. Задняя многорычажная. Но оснащается подвеской поршнями амортизаторов большего диаметра. В передней подвеске используются сайлент-блоки, наполненные жидкостью. Вот они препятствуют раскачке автомобиля во время крена и затяжных поворотов. Жесткость кузова увеличена на кручение на 15% по сравнению с предыдущей моделью. Это дает комфорт при движении на большой скорости и на затяжных поворотах. Но вот проверить, насколько все это эффективно работает и работает ли вообще, сможет по-настоящему только владелец предыдущего CX-5. Возможно, кто-то из вас делает трейд-ин, возьмет себе новый автомобиль, покатается полгодика. И вот его будет приятно послушать, а самое главное – полезно. Он по факту сможет сказать, что же изменилось и доработан ли автомобиль в целом. У нас автомобиль с двигателем 2,5 литра и комплектацией Supreme. Обратите внимание на диски. Не каждому понравился этот узор. Но по мне в целом смотрится относительно спокойно. То есть какой-то прям вау-эффект они не вызывают. Что приятно осознавать, то что компания слышит своих клиентов. Вот все жаловались на шумоизоляцию. И одной из ключевых задач в данном кузове было сделать именно хорошую шумоизоляцию, чтобы машина стала тише. И над этим они очень хорошо поработали. По всему автомобилю, по кругу, если смотреть, появилось очень много уплотнителей. Также в дверях автомобиля дополнительно положили шумоизоляцию. Крышу дополнительно зашумили. Зашумили днище. В подкапотном пространстве тоже проявили ряд шумоизоляционных действий, скажем так. Поэтому машина, по идее, стала тише. Но это мы проверим уже при тест-драйве. Но вот так, если посмотреть на него внешне, сбоку, мне кажется, особых изменений сложно заметить. Ну, в первую очередь, в глаза бросятся, конечно, диски, и немного бросятся передняя фара и задний фонарь. Все. Вот сбоку, кто заметит то, что вот здесь вот стала хромированная деталь. То, что вот зазорчики между дверями стали намного меньше. То, что кузов, да, вообще сами двери, они стали изменены. То есть, если ты сейчас условно попадешь в легкое ДТП, и ты захочешь купить себе дверь, от старого ЦХ5 она уже не подойдет. Задний ряд автомобиля. Здесь тоже, в принципе, все без изменений, без значительных. Но что приятно, то, что спинка, вот угол наклона, теперь его можно регулировать. То есть, можно немножко откинуться назад. Это будет действительно комфортно тем, кто ездит здесь на дальняк. Вот сесть, вот полулежа, хотя бы слегка откинуться, это всегда приятно. Вот поверьте мне, вот ты как водитель, вот сидя за рулем, тебе-то, понятное дело, всегда будет в этом автомобиле комфортно. Вот те, у кого есть дети, уже вот постаж там, 12-14 лет. Вот если подумать о них, сегодня выезжая из города на дачу, ну, им же здесь будет комфортно. А так, место сзади осталось столько же. Автомобиль больше не стал. В подлокотнике все так же остается подогрев сидений. Там есть два выхода USB, куда вы можете воткнуть свой телефон и зарядить его. Ну, появились некие вставочки. Я думаю, то, что раньше этого не было. Хотя могу ошибаться. В целом, сидеть комфортно. Места достаточно. Ну, сами посмотрите, вот сижу сам за собой. Потихонечку переходим к задней части автомобиля. А здесь самое заметное изменение, это, конечно же, задние фонари. Они стали более агрессивного дизайна. Ну, то есть, они напрямую пересекаются с передними фарами. То есть, сами видите, по форме стали поуже, поагрессивнее. Но, что приятно, появилась кнопка электропривода багажника. Вот эта кнопка доступна, в принципе, предмаксимальных и топовых версиях. Багажник просторный, в пределах разумного. Здесь все можно положить. Ну, про этот автомобиль мы уже с вами разговаривали. Чего-то здесь кардинального не изменилось. Появилось больше шумоизоляции. Здесь у нас лежит также полноразмерное запасное колесо. Все остальное без изменений. Конечно же, можно сложить полностью сидение. Можно присесть на автомобиль, когда он чистый. И приоткрыта дверь. То есть, знаешь, где-то на природу выбраться, посидеть. То есть, как козырек его использовать тоже можно. Хотя он не особо большой. Будет сильный ветер с дождем, будет не очень комфортно. Чего не коснулось изменения. Диффузор. Вот обрати внимание, почему нельзя немного поставить побольше баночки. Вот идут у нас 75-й диаметр. Хотелось бы, конечно, соточку. Тогда машина бы смотрелась более симпатично, более спортивно. Но это лично мое мнение. Вот таким образом, с технической точки зрения, автомобиль везде немного доработан. То есть, немного доработана рулевая система. Немного доработана подвеска. Доработан немного кузов. То есть, задача была сделать его более комфортным. Чтобы он и рулился хорошо, стоял хорошо на дороге и в тот же момент оставлял свою некую мягкость. Чтобы машина не была сверх жесткой. Я думаю, у них это получилось. Но сперва пойдемте посмотрим, что у нас изменилось в интерьере. А после этого отправимся на тест-драйв и сделаем уже полноценный вывод. Переходя к интерьеру автомобиля, здесь смело можно заметить очень много изменений. Но в первую очередь изменился руль. Раз. Дальше. Изменилась сама центральная часть автомобиля. Вот эта вот напрямую позаимствована у флагмана CX-9. Я считаю, что это на самом деле очень крутое решение. Единственное, что меня смущает, так это вот эти дырки для подстаканника. Ну вот мне честно говорю, не хватает, чтобы здесь была небольшая шторка, как это сделано в шестерке. Это комфортно, это удобно. Вот эта часть всем владельцам Mazda уже знакома. Ничего здесь нового нет. Но здесь добавилась функция автохолд. Которую чаще всего можно встретить на немцах. Переходя к центральной части, нас также встречает управление климат-контролем. У нас появился подогрев руля. У нас изменилась немного центральная часть. То есть появились совсем другого вида воздуха обдува. Появился пластик под дерево. Вот это мне не очень нравится. Я думаю, многие меня поддерживают. Потому что зачем делать пластик под дерево? Ну нельзя было сделать что-то более альтернативное. Если уж ставите дерево, ну вставьте дерево. Нет денег на дерево. Зачем нам пластик под дерево? Ты как бы в армане. Ты как бы одет хорошо. Но это как бы очень круто смотрится то, что дисплей теперь находится здесь. Если на первый взгляд кому-то может показаться так, что он здесь как бы несуразный. То есть его просто-напросто воткнули. Но по факту ездить с ним удобно, комфортно. Если кто-то подумает, что он может бликовать. Солнце будет светить. Когда он был раньше утоплен. Это было лучше. Нифига подобного. Покатайтесь, сами все поймете. Это действительно удобней. У нас появилась полноценная проекция. Вот я сейчас сижу и вижу перед собой, там ноль написано. Здесь есть распознавание знаков. Это тоже очень круто. Вот здесь, в этой части, у нас установлена камера. Если раньше в машине устанавливалась лазерная дача. Ты ехал, он мог там что-то видеть на небольшом расстоянии, там до 20 метров. То теперь эта камера может распознавать людей. Эта камера может распознавать дорожные знаки. Ну, например, ты куда-то заезжаешь во двор, висит кирпич, ты поехал под него, она начнет печать. Если в городе это наверняка день на второй, третий надоест, ну, ты сам представляешь, будешь ехать, там чуть разогнался больше 60, сразу машина тебе запищит. То вот, когда ты поедешь куда-то за город или, например, куда-нибудь попутешествовать, ну, условно, в Питер, вот эта фишка тебе наверняка будет полезная. Вообще, автомобиль нафарширован по полной программе, особенно топовой версии. Ну, и ценник у топовых версий сегодня 2 миллиона 200 тысяч рублей. Вот забегая наперед, спросив, ну, когда же будут скидки на автомобиль, друзья, первые месяцы, никаких скидок ждать не стоит. Но если что-то вам и скинут, то это будет незначительно и минимально. Ждем все декабрь. Вот в декабре уже начнутся первые полноценные хорошие скидочки. Но, возвращаясь обратно, у нас есть премиальная система BOSS. Про оптику, о том, как она светит днем, ночью, как она настраивает пучки света, это можно снимать отдельное видео. Лучше всего зайдите на сайт, там компания сама сняла различного рода ролики короткие, которые показывают, как она работает в ночное время. Заверение самой компании Mazda, автомобиль доработан с точки зрения качества отделочных материалов. Что же будет на практике, покажет время. Потому что, например, все вы знаете, на автомобилях предыдущих облазили рули. Что говорило о том, что качество материалов далеко не высшего уровня. Здесь же, как бы, заявочка на премиум. Подчеркну, если вы почитаете ту самую презентацию официальную, про слово премиум сказано очень много. Боковые стекла, они тоже стали толще. Соответственно, закрывая их, они заходят в пасы, и в автомобиле должно быть намного тише. Вообще, интерьер автомобиля приятный. Но придраться, конечно же, можно к чему-то. Ну, например, вот к этому даже глянцу. Вот сейчас машина новая, конечно, я сажусь, блин, классно, так роскошно. Блестит он. Но вот здесь вот ниша, да, сделана. Куда ты будешь убирать телефон, либо ключи. Раз положишь, два положишь, появятся какие-то царапки. Через полгода уже будет не совсем симпатично. Ну, и, конечно же, в автомобиле появилась кнопка GLONASS, которая делает его дороже, как минимум 1000 на 30. Ну что, не будем больше тянуть время. Давайте отправимся на тест-драйв и посмотрим, как автомобиль поведет себя в условиях города. Итак, мы отправились на тест-драйв. И знаете, самое первое впечатление? На самом деле машина стала заметно тише. Вот сейчас мы едем 75 километров. У нас сейчас включен микрофон. Я выключаю микрофон. Теперь звук пишется напрямую от камеры. И смотрите, что происходит. Я думаю, сейчас он становится сразу заметным. То, что шум идет фоновый, намного сильнее. Закрываем окна. И в машине реально комфортно. Сегодня выходной, воскресный день. Движение не такое интенсивное. Но, тем не менее, вот обратите внимание. Покажи, пожалуйста, дорогу. Вот едет фура. Вот что в повседневные дни всегда забивает голову? Вот именно от них шум какой-то. Проезжаешь мимо, и вот он гудит, да? А закрываешь окошко. Едешь с огромным комфортом. Наш автомобиль с двигателем 2,5. Едем 70. Нужно срочно разогнаться. Подхват есть. Да, машина не спортивная. Тем не менее, в городе этого будет с головой. Возможно, на трассе каким-нибудь гонщиком, кто привык там носиться очень быстро, чтобы нажал газ в пол и полетел, этого будет не хватать. Нам же этого будет достаточно. Чувствуется то, что машина стала помягче. Вот проезжаем различного рода стыки. Вот наши городские. Вот ямку заехали, лючок наехали. Мягче, мягче. Машина значительно мягче. Сказать за обзорность, это ничего не сказать. Машина не изменилась в плане зеркал. Поэтому сидишь, комфортно все видишь. Машина высокая, люди оборачиваются. Машина новая. Взгляды, конечно же, привлекает. А так сидеть комфортно, реально. Ну, то есть, сразу мне лично чувствуется разница между седаном и паркетничком. Сидишь, хорошо. Музыку, если включить, у нас стоит босс. Нужно будет и вовсе наслаждаться дорогой управления. Проекция работает очень хорошо. Отчетливо все видно. Солнечная погода никак не мешает. То есть, как бы она находится на уровне глаз. То есть, вся обзорность открывается. Но видно сразу, с какой скоростью едем. То есть, машина умная стала. Действительно, проезжаешь реально мягче. Вот даже сейчас пробоины. 19-е диски, друзья. Если одеть сюда 17-е, будет еще лучше. На большой скорости, как она себя поведет, очень интересно. Но вы понимаете, мы находимся в городе. Возможности разогнаться 200-е у нас нет. Поэтому всем тем, кто присматривается к автомобилю, рекомендую сделать тест-драйв. Особенно рекомендую сделать тест-драйв в будний день, когда машин очень много. Прокатитесь по городу. Все сами поймете, что машина реально стала тише. А это огромный плюс для автомобиля. Итак, подводя итоги по автомобилю, можно смело сказать, что изменения действительно есть. Они есть как внешне, так и по интерьеру, так и по ходовой части автомобиля. Задать главный вопрос, стоит ли его покупать сегодня, я бы даже ответил так. Его будут покупать сегодня. Потому что предыдущая версия автомобиля была интересна. Многие ее брали. Вы сами посмотрите по сторонам. ЦХ5 на дороге нередкий гость. Поэтому этот обновленный товарищ по-любому будет интересен. То, что будет редкость, это топовые версии. Это однозначно. Потому что 2,200 это не копеечка. Это уже хорошая такая сумма. Но вот за полтора миллиона, за миллион семьсот, я думаю, машину будут разбирать на ура. Тем более скоро у нас уже, совсем скоро декабрь, друзья, как бы это ни звучало. Да-да-да, именно так все и будет. Время летит очень быстро. Поэтому уже в декабре начнутся хорошие скидки. А, соответственно, автомобиль станет еще популярнее. Купил бы этот автомобиль себе я, я отвечу так. Если бы у меня в городе были бы разбитые дороги, если бы у меня была необходимость в более высоком автомобиле, если бы у меня была необходимость в полном приводе, конечно, я бы продал свой автомобиль Mazda 6 и пересел бы на новый ЦХ5. Но сегодня у меня такой необходимости нету, поэтому я больше жду обновленную Mazda 6. Конечно же, напишите ваше мнение в комментариях, что вам понравилось в новом автомобиле, что вам не понравилось, что бы вы доработали на месте производителей или дизайнеров. Пишите все, что вы думаете по машине. Будем делиться с вами мнением. И, возможно, мы придем к некому консенсуму, который в дальнейшем услышит производитель. Как вы знаете, все наши обзоры мы снимаем на полном энтузиазме. Никто нам за них никогда не платит. Вот единственное, чего бы я хотел, чтобы мне, например, дала Mazda Motor Rus, так это отправить меня с оператором на завод во Владивосток и отправить на завод в Японию. Посмотреть, как собирают там автомобили. Взять какого-то переводчика, которому можно было бы задать ряд вопросов. Пообщаться с маркетологами компании. Пообщаться с технологами компании. Ну, знаете, сделать некий такой документальный фильм про автомобиль. Наверняка у вас, у многих, было бы куча вопросов, которые вы могли бы задать в комментарии. А я бы мог их озвучить. И мы бы получили все ответы на наши вопросы. Если вы поддержите эту идею, напишите в комментарии. Мазда, отправь Машкова на завод. Возможно, их будет очень много. Мы скинем этот ролик в Mazda Motor Rus. Ну, вдруг всякое срастется. У нас становится все больше и больше. Поэтому была не была. А на этом у нас все. Высасывать информацию из пальца не в нашем стиле. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на инстаграм-канал. До новых встреч. Всем пока-пока.